Ну, в общем, не хотели меня сейчас пускать в спа до неба, потому что сказали, что у меня закончились занятия, а у меня не закончились. Я говорю, ну давайте называйте, когда я у вас была. И они мне говорят, а вот вы были последний раз в среду, 7-го числа. Я говорю, я 7-го числа не была. Я звонила и узнавала, до какого числа у меня эти занятия есть еще, вот это одно занятие, чтобы сходить. И эта администрация, видимо, тыркнула не туда пальцем, и оно у меня как-то списалось, понимаете. Потом мне дали браслет, который не работал. Вот, пришла я сюда с пакетом, потому что телефон за 120 тысяч, наушники, да, пятнашка и все остальное. Короче, вы знаете, вот вроде недорого, вроде все прекрасно, но вот такие мелкие оплошности, они, блин, бесят просто. Просто даже возвращаться не хочется, сейчас пойду и сдам эту карту. Сколько я говорила, что я сегодня не буду снимать видео для Ютьюба, я сегодня отдохну. Блин, голос у меня как будто охрипший. Я оставляю все дома, эти все селфи-палки. Нет, со мной обязательно что-то случается, что вот мне надо просто сейчас включать камеру, понимаете, и снимать это. Просто нужно рассказать, потому что вы для меня самая близкая подруга, да, и это все надо рассказать на эмоции. Вот постоянно с этим спадом неба какие-то, блин, у меня передряги происходят. Я вот с пакетом хожу, я вам сейчас покажу, ребятушки, вот у меня пакет. Я сюда с пакетом хожу, я боюсь, что у меня шкафчик откроется, телефон 120 тысяч не могу оставить, аэрпоз 15 тысяч не могу оставить, кошелек с картами тоже не могу оставить. Я боюсь, потому что раз у меня уже был два раза прецедент, да, с открытым шкафчиком, боюсь здесь что-то оставлять. В общем, короче, сегодняшний вечер я решила начать либо с сауной, либо джакузи, потому что у меня настолько все взбудоражено, я не могу уже, мне надо расслабиться. Сейчас полежать, точечку в одну посмотреть, чтобы немножко в себя прийти. Я сходила в сауну и перешла в джакузи, но джакузи очень холодная, надо идти в соседнюю, там 4 человека сидит. Я сейчас немножко тут побурлю, сниму видео и пойду в соседнюю. Я вообще сегодня должна была прийти с подругой сюда, она приехала, но она после работы говорит, я очень устала, сутки работала, говорит, я не могу, говорит, поеду домой, не могу даже, наверное, пойти. Ну, дальше и к лучшему, почему, потому что, видите, я вам сейчас видео буду снимать, у меня еще к тому же голос какой-то очень охренший. Не, мне тут сидеть холодно, пройду к этим мужикам и бабам. Ну вот я пришла силовать в джакузи, отсидела 30 секунд, и эти люди ушли. Ну, два парня, две девушки. Вот, ну, что-то я грею не ждала, что они уйдут. Ну, просто большая часть людей, они не выносят какого-то, ну, присутствие другого, других людей какого-то некомфорта, да, такого вот, в окружении себя. А я не так точно, я умею уходить внутрь себя, я этому не учусь. Я могу быть хоть в среде, не знаю, огромной толпой людей, я буду себя чувствовать абсолютно комфортно. Я просто уйду в свой внутренний мир, и все. И я могу не слушать руки какие-то, ну, то есть вот такой степень, могу, да, себя по груди купить. Я здесь смотрела видео Вероники Степановой, 7-летней давности, когда она еще выступала не как шоу-мен какой-то, да, на ютубе, а когда у нее были такие более, ну, такие, более серьезные видео, скажем так, неразвлекательного характера. И там она рассказывала о деперсонализации и деперсонализации, и где, блин, забыла второе слово, деперсонализация и еще как-то. В общем, это состояние, которое свойственно многим невротикам, у которых бывают панические атаки, вот эти вот состояния, да, тревоги. Что это такое? Вот вы, может быть, много раз слышали, когда люди говорят, я хожу как во сне, я как будто за собой наблюдаю, как будто это не я. Вот это и есть, вот эти состояния, да. И она говорила о том, что вам не нужно сопротивляться, да, потому что после этого состояния, как правило, следует либо паническая атака, да, когда вот эта тревога вас захватывает, что не нужно сопротивляться, нужно войдите в это состояние, как в путешествии, и наслаждайтесь. И со временем просто вас начнет все реже и реже эти состояния тревожить. И она собрала такую вещь, что, вот, например, люди некоторые принимают наркотики и другие там какие-то вещества из-за желания вести в себя такое состояние, как будто ты, ну, не здесь, не сейчас. А вот, типа, вы одарены такой способностью от природы, да, чтобы погружаться вот в себя, или вот как будто бы вот ты как во сне ходишь, как будто вот это не с тобой происходит, да. То есть это не все люди так могут делать. И как раз такие вот, именно вот этот факт, да, ну, это вот для невротиков, для ВСДшников свойственно, что такие люди, вот, они могут, они могут чувствовать и дискомфорт очень сильно, да, когда им что-то трет, что-то давит, вот, как мне джинсы давили. И может быть все наоборот, когда они вот среди людей, особенно если такие люди неприятные, они могут просто абстрагироваться, уйти в себя и не замечать ничего вокруг. Короче, лежу в джакузе и даже не хочется вставать. Решила, буду тут лежать все время, до конца, до самого, потому что я очень люблю дома в ванной, причем я не люблю ванну, понимать, я люблю просто себя душем поливать. А муж все время орет, вода, вода. Блин, как будто мы в каком-нибудь Египте живем, что у нас вода закончится. Он все время орет, что это деньги, деньги там, вот, давай, полезай. Так что вот сейчас буду только лежать, не хочу плавать, не хочу напрягаться. Устала, устала. Мы сегодня ездили с бабушкой на кладбище, ну, там фирма есть такая прямо на кладбище, как-то Март называется, Март, да, которая устанавливает памятники. Так вот, мы заказывали памятник. Вот, и, короче, эта женщина дает нам договор и говорит, вот нам нужно, вот недавно выдали договор, вот, пожалуйста, распишитесь. Говорит, я сама не знаю, что-то в этом договоре. Я такая вообще, значит, думаю, как это так, что значит, вы не знаете, что в дорогове. Я думаю, ну, сейчас прочту. Вот, я взяла этот договор, начинаю читать, ну, понимаю, что это стандартный договор, и у меня такая первая мысль, а почему вы только сейчас ими пользуетесь, вы же уже давно работаете. Ну, и эта женщина как будто бы читает мои мысли, начинает рассказывать. Ну, вот, типа, нам вот директор выдал эти договора и говорит, что, типа, вот пусть, чтобы все подписывали этот договор, ну, как бы между заказчиком, да, и исполнителем, что если не подпишут, да, и это вы будете в случае чего платить из своего кармана, ну, как бы сотрудник, да. Типа, что у нас был случай, когда мы установили памятник, все сделали, а нам так и не заплатили. Ну, может быть, говорит, вы слышали, такие вот аферисты были, даже они у Малахова участвовали в передаче, прямой эфир, или пусть говорят, я не знаю. Я такая говорю, да ладно, серьезно, у Малахова? Она говорит, да, показывали, вот что они из Пскова, они по всей России ездят. А я вспомнила, я говорю, это что, мать и сын, что ли? Она говорит, да. Это такие, короче, мать и сын, поломарчук. Слушайте, посмотрите, загуглите, если интересно, на ютубе можете посмотреть передачу Малахова, прямой эфир, по-моему. Да, значит, поломарчук, как мать и сын, разводят на миллионы. Да, там я не помню, по-моему, до 27 сентября 2019 года. И представляете, они, короче, вот эти вот два афериста, они заказали у этой фирмы памятник, я не знаю, может быть, они там аванс внесли, тысячу рублей, да, минимум, там можно тысячу рублей внести. И они так ничего и не оплатили. Им все сделали, а они ничего не заплатили. Представляете, ну, там реально какие-то такие аферисты, они сейчас в Израиле типа живут. Ну, посмотрите передачу, если захотите. Привет, Анна. Как дела? Нормально. Я тут с Побина. А, с Побина на Побине. А, я снимаю видео. Я хочу сдать карточку, я не планирула посещать больше по Абумументу, я хотела поездать. Хорошо, спасибо. Я просто хочу уточнить, не будет такой ситуации, что когда я все-таки через некоторое время захочу опять, ну, ходить по Абонементу, мне не скажут, что вы потеряли ее. Там же есть такое условие, что в случае потери вы платите там какую-то сумму. Можно входит в следующий раз под фамилией, я напишу в вашем деле, что вы ее сдали. Вы, пожалуйста, это как-то, ну, зафиксируйте, да, что я ее вам вернула, хорошо? Хорошо. Хорошо.